У меня сама полка будет, допустим, 50. Эти доски – будущая полка-ключница. А эти заинтересованные парни – студенты строительного техникума. И привело их в эту мастерскую желание лучше освоить профессию. Что такое шлифовальная машинка, как она работает, то, что есть различные насадки на нее, также есть стамеска, киянка. В будущем, конечно, это пригодится в жизни и как мужчине, и как владельцы дома что-то сделать, что-то приделать, прикрутить. Всегда нужно. Собрал всех в этой мастерской Михаил Кузьменко. Настоятель храма в Кочубеевском округе, а по совместительству плотник и руководитель столярной мастерской. Социальный проект Михаилу удалось реализовать благодаря поддержке фонда президентских грантов. Закупили оборудование, нашли помещение и начали работу. Я считаю, что все хорошие дела начинаются с каких-то кулуарных мест. Поэтому я думаю, что у нас еще все впереди. Ну, вот практически полгода уже живет проект, и мы понимаем, что мы только в начале пути. Созидание, считает Михаил, одна из важных потребностей человека. Бесплатно заниматься столярным делом. Здесь будут дети от 14 до 18 лет. Как правило, первое занятие, оно бывает групповое, они все вместе делают какое-то изделие. Очень важно, чтобы каждый что-то попробовал. И когда он понимает, что он тоже сопричастен к этому изделию, которое через час, через полтора часа рождается просто из куска деревяшки, на которую они не обратили внимания даже, когда зашли в мастерскую, хотя она уже давно была для них приготовлена, они понимают, что «а я могу». Без дела в мастерской никто не остается. Так что и для меня нашлось применение. Сначала так называемая пыльная комната. Здесь орудуют пилой, лобзиками и другими пыльными инструментами. Все тщательно замеряем, а теперь отрезаем нужные детали. Итак, в моих руках впервые торцовочная пила. Следующий этап – шлифовка. И все работы строго под надзором мастера. Соединяем детали, а теперь пришло время шуруповерта. Берите, давите, нажимаем. Итак, с полкой мы закончили. Осталось обдуть ее сжатым воздухом из компрессора. И пора покрывать маслом. С цветом масла определились. Время надеть перчатки, взять в руки кисть. И кропотливая работа началась. Итак, я закончила. И вот спустя 40 минут из простой деревяшки у меня получилась настоящая полка. Первая в моей жизни, сделанная собственными руками. И, честно говоря, я горжусь. Закончили свое изделие и студенты. Это их первое занятие. На обучение у парней большие надежды. А планируют освоить столярное дело и Виктория Шкальная, и Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение.